Добрый вечер! В эфире «Весить Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. В Карачаево-Черкесии почтили память детей жертв войны в Донбассе. На аллее Героев Черкеска прошла акция реквием по погибшим в этой страшной трагедии. Покорители Белоснежной вершины в ауле Харчур чествовали представители рода Хачировых, которые совершили восхождение на восточную вершину Эльбруса. В окружении пещер отвесны скалы цветущих лугов и все это туристический комплекс медовые водопады. Чем удивляет туристов этот живописный медовый уголок республики? А другой живописный уголок Тиберда вошла в список курортов федерального значения – популярное место отдыха и оздоровления не только наших земляков, но и жителей со всей России. Сегодня в ходе рабочей поездки в Зеленчукский район глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов оценил ход модернизации детского оздоровительного лагеря «Сосинка» в селе Даусус. Руководитель региона подчеркнул, что при поддержке министра просвещения России Сергея Кравцова в рамках госпрограммы развития образования в этом году в регионе приступили к масштабной модернизации лагеря. И сейчас ведется строительство двух больших жилых корпусов на 50 спальных мест каждой. Из республиканского бюджета предусмотрены средства на оснащение корпусов необходимой мебелью и постельными принадлежностями. Все работы по первому этапу модернизации лагеря планируют завершить уже в этом году. В Черкесске вспоминали детей жертв войны в Донецкой Народной Республике. Трагическим событиям, имеющим десятилетнюю историю, было посвящено мероприятие, организованное в Парке Победы региональным министерством по делам молодежи. Подробности в сюжете корреспондента Артур Амхце. 25 августа у малыша поднялась температура, которую родители не смогли сбить самостоятельно. В то время украинские военные никого не пускали в село, поэтому скорая помощь не смогла проехать дальше по хвоста и спасти ребенка. С начала боевых действий в 2014 году в Донецкой Народной Республике погибли около 300 детей. Почти одна тысяча были ранены, стали инвалидами. В 2022 власти ДНР установили дату в память о событиях, которые произошли в Горловке 27 июля 8 годами ранее. Тогда жертвами удара в СУ стали 22 человека, в том числе 4 ребенка. Прошедшее в Черкесской парке Победы памятное мероприятие – еще одно напоминание о трагических последствиях ударов вооруженных сил Украины по мирному населению Донбасса и других регионов теперь уже Российской Федерации. С началом русской весны на Донбассе с 2014 года фашистский киевский режим начал активно обстреливать мирные регионы Донбасса. Цель их была понятна. Как можно больше жертв среди мирного населения посеять панику и обратить людей в бегство. В этот день мы чтим память наших маленьких ангелов. Каждый из погибших маленьких жителей Донбасса мог бы кем-то в этой жизни стать, реализовать свои мечты, сделать этот мир светлее. Участникам митинга были зачитаны короткие биографические справки о нескольких десятках погибших детей Донбасса. После минуты молчания представители власти в регионе Черкески, члены общественных, ветеранских, молодежных, патриотических организаций возложили цветы к вечному огню. Для нас, для жителей Карачаева Черкесии, молодежи Карачаева Черкесской Республики является крайне важным и необходимым помнить, чтить, уважать, поддерживать. Со своей стороны выражаю благодарность за то, что в рамках данного стихийного мероприятия приняло участие более 150 человек. Глава Республики Рашид Тимреза в своем телеграм-канале напомнил, что в настоящее время участники специальной военной операции, в том числе из Карачаева Черкесии, отстаивают право жителей Донбасса и других новых регионов России быть со своей родиной, жить свободно, сохранить культуру нашего великого многонационального государства. Артур Мухцер, Ренат Мука, Вести, Карачаева Черкесия. Печальная весть. Ушел в жизни заслуженный мастер спорта России по армлестлингу Руслан Сарыев. Соболезнования родным и близким выражает глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Наш земляк оставил после себя богатое наследие, блестящая спортивная карьера, множество золотых медалей, безграничная преданная любовь к спорту и своему народу. Руслан Сарыев не только был первоклассным спортсменом, но и будучи руководителем спортивной школы, единоборств в Карачаевске, воспитал не одно поколение чемпионов России и Европы по армбрестлингу, а также десятки мастеров спорта. «Мы всегда будем чтить имя выдающегося спортсмена не только Карачаева Черкесии, но и всей России», — говорится в соболезновании Рашида Тимрезова. Следственным отделом по городу Черкесску Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике проводится процессуальная проверка по факту гибели подростка на воде. По предварительным данным, 28 июля несовершеннолетний в компании своих друзей находился в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». При попытке юноши самостоятельно доплыть до друзей, плавающих в это время на сабордах в пруду, произошло его утопление. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. А в Малокарачаевском районе, вблизи населенного пункта Красный Курган, упал легкомоторный самолет. На борту находилось два человека. Они погибли. Минераловодским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14, температура ночью 11-16, в горах до плюс 9, днем 28-33 градусов тепла, и местами до плюс 23. В северных районах чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14, температура ночью 14-16, днем 31-33 градусов тепла и чрезвычайная пожароопасность. В Карачаево-Черкесии продолжается ремонт автомобильной дороги Узджигута-Терезе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Работу на участке Узджигута-Терезе стартовали в прошлом году, тогда же и был завершен ремонт дороги протяженностью 6 километров и введены в эксплуатацию два моста, новые через реку Джигута и капитально отремонтированы через реку Кума. Как сообщил глава республики Рашид Тимрезов, в этом году в регионе будут отремонтированы еще 10 километров дороги. У памятника Хайсе Хачирову в ауле Карджурт Карачаевского района чествовали представители рода Хачировых, которые совершили восхождение на восточную вершину Эльбруса. Из Карджурта репортаж Алла Динаевой. Шесть человек, представители рода Хачировых, среди которых и девушка, 23 июля в 2 часа ночи вышли в путь со стороны штурмового лагеря и направились на самую высокую вершину Европы. Рассвет того же дня, 23 июля, команда уже встретила на восточной вершине Эльбруса на высоте 5621 метр. Участников восхождения чествовали в ауле Карджурт. Слава благодарности и восхищения собравшиеся выразили всей команде Тимирлану, Марату, Артуру, Руслану, Марьяне и руководителю экспедиции Мурату. И от фамильного совета рода Хачировых вручили благодарственные письма. Отметили в этот день и представители рода, которые защищают интересы родины, участвуя в специальной военной операции, а также победителя этапа Кубка мира по грэпплингу Хамида Хачирова. Совершили восхождение на Эльбрус, возложили там цветы и наши фамильные. Мы учреждали фамильный совет знамя. Но это все, я хочу сказать, это патриотическое воспитание молодежи. 195 лет тому назад официально первое восхождение на самую высокую вершину Европы и России совершил Хачиров Хейса, которого называют Килар. Каждый год, особенно в юбилейный год, спасибо большое Хачировым, они организовывают вот такого рода мероприятие, чтобы мы не забывали нашего первого восходителя. Мы давно планировали восхождение. В этот раз мы решили идти нестандартным маршрутом. Там маршрут был очень тяжелый, седловины на восточную вершину. Снега было очень много, но молодцы, все выдержали. Мы на вершине сказали пламенную речь, очень обрадовались, что зашли. Конечно, в первую очередь, хвала Всевышнему, что мы поднялись. И хвала Всевышнему, что мы спустились. Спускались мы также по очень нестандартному маршруту, так называемая мотоциклетная площадка такая. Мы спускались очень по такому сильному склону. Ну, хвала Всевышнему, все дошли, все с задачей справились. Спасибо им за это. Событие, на самом деле, очень интересное, значимое. Вот, так мне представляется, по крайней мере. И это было посвящено 195-летию. Что будет на 200 лет, это будет сюрпризом. Восхождение на Эльбрус руководитель экспедиции Мурат Хачиров совершает уже в четвертый раз. Флаг, который они поднимали в этом году на восточную вершину Эльбруса, он передал руководителю рода Хачировых Магомеду Хусеевичу. Вы дали нам задание зайти на Эльбрус. Мы, как ваши младшие братья, сестры, племянники, внуки, зашли на Эльбрус и вот это знамя хотим передать вам. В завершении мероприятия собравшиеся совершили обряд дуа по усопшим предкам, а жителям всей республики и страны попросили у Всевышнего мира и процветания. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карчур. Насладиться красивыми природными пейзажами и чистым воздухом, познакомиться с самобытным колоритом Карачаева-Черкесии, охладиться в летнюю жару и погрузиться в сказочную атмосферу. С этой целью приезжают туристы на медовые водопады. Из Малакарачаевского района Дарья Тендит. В горном ущелье в окружении пещер, отвесных скал и цветущих лугов, разместились медовые водопады. Своё название «Завораживающее место» получила благодаря старинному преданию. Раньше здесь гнездились пчёлы, летом соты размывало, по скалам стекали струи мёда, и вода становилась сладкой. Радужные брызги водопадов завораживают взгляд и целебным образом воздействуют на организм. Сегодня это излюбленное место оценителей, захватывающих дух пейзажей из разных уголков России. Первым делом приехали на медовые водопады. Здесь, конечно, красота до мурашек. Очень красиво, зелено. Пейзажи, конечно, Кавказ завораживает своими горами, поэтому нас манили горы. У вдоволь нагулявшихся и насладившихся природными красотами есть отличная возможность сменить обстановку и заодно расширить кругозор, заглянув в расположенный рядом маленький этномузей. В нём собраны интересные экспонаты, которые знакомят с историей и бытом карачаевского народа. Старинные фотографии, предметы обихода, национальные костюмы, ремёсленные изделия из кожи и металла – многим из них больше века. Прикоснувшиеся к истории туриста оставляют отметки и приятные пожелания. Люди, которые приезжают и отдыхают, не только просто чисто физический отдых. И вот познавательная часть, сегменты отдыха сейчас очень превалируют. Большинство – все довольные. И я думаю, что наше кавказское гостеприимство, еда, экологически чисто активный отдых – всё это в сумме даёт хороший результат. Рядом с музеем – маленький зоопарк. В аккуратных загончиках обитают различные животные. Они ухожены и здоровы. Их можно потрогать и покормить специальным кормом, что и делают отдыхающие с большой охотой. Были в музее, кормили барашков, смотрели на антикварные вещи. Всё нам понравилось, всё здорово. Чудесный воздух, чудесная атмосфера, замечательные люди, очень довольны. Раньше тут порхали пчёлы, а теперь гуляют туристы и наслаждаются живописными видами нашей республики. Дарья Тензит, Алиба Станов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Тиберда вошла в список курортов федерального значения. Такое решение было принято правительством России. Высокогорный курорт, расположенный в живописной долине, всегда был и остаётся популярным местом для отдыха и оздоровления не только наших земляков, но и жителей со всех уголков России. И всему причиной прекрасные горные ландшафты, великолепные озёра, уникальный климат и кристально чистый воздух, способные излечивать от многих заболеваний. На территории курорта находится неповторимое по своей красоте и месту расположения озеро Каракёль. Его берега окружены соснами, чему и обязан город своим лечебными свойствами. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Вместе навсегда». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова